Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Национальный банк с 13 сентября вновь снизил ставку рефинансирования. Это уже шестое понижение с начала года. Беларусь за 7 месяцев года увеличила экспорт товаров и услуг почти на 20% по сравнению с таким же периодом 2016. С начала года жители нашей области купили в интернете товаров и услуг примерно на 3 миллиона рублей. Такая информация прозвучала во время семинара по интернет-торговле, который прошел в Гомеле. 27 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 8 земельных участков для продажи в частную собственность. А теперь об этом и не только. Подробнее. Нацбанк с 13 сентября вновь снизил ставку рефинансирования. Но теперь всего на полпункта. С 12 до 11,5% годовых. Это уже шестое понижение с начала года. Напомню, до 18 января эта величина составляла 17 пунктов. Фактическая инфляция продолжает уменьшаться. В августе в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%. Кроме того, Евразийский банк развития ожидает, что в Беларуси до конца 2017-го сохранится тенденция к росту ВВП. И по итогам года экономика страны покажет рост. Этому будет способствовать восстановление производства нефтепродуктов после спада предыдущего года. В продолжение темы. Беларусь за 7 месяцев года увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5%. Почти до 20 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка. Внешний торговый оборот товаров и услуг сложился в сумме около 40 миллиардов долларов. Это примерно на 18% больше, чем за январь-июль прошлого года. В том числе экспорт вырос на 19,5%, импорт на 17. Продолжаем выпуск. Индекс потребительских цен за август не превысил 5-процентного порога к месяцу пересмотра к январю нынешнего года. Из-за этого минимальную зарплату и денежные доходы населения не будут индексировать. Об этом сообщили в Министерстве труда. Так, за август не проиндексируют зарплаты госслужащих, пособия по безработице и стипендии, а также денежное довольствие военнослужащих и курсантов. Не индексируется и минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей. Идем дальше. С начала года жители нашей области купили в интернете товаров и услуг примерно на 3 миллиона рублей. Такая информация прозвучала во время семинара по интернет-торговле, который прошел в Гомеле. На бесплатном мероприятии предприниматели смогли получить полезные знания по различным аспектам онлайн-торговли. От создания интернет-магазина и построения системы продаж до бухгалтерского учета. Кстати, недавно было проведено исследование, которое привело к интересным результатам. Выбирая между одинаковыми товарами, 90% людей выбрали тот, у которого больше отзывов. А еще эксперты дали совет. Так как более 30% пользователей выбирают товары со смартфонов или планшетов, владельцам интернет-магазинов следует позаботиться о том, чтобы его сайтом было удобно пользоваться с мобильных устройств. Первое, что я хотел бы сказать, я вот часто говорю это, если кто-то хочет попробовать себя в электронной коммерции и думает, что пользователь уже ушел, он еще только на платформу подходит, он даже не стартовал. То есть это только начало пути для белорусской электронной коммерции. Естественно, начало пути связано с массой проблем. Ну то есть в том числе оно связано и с доверием. А доверие решается очень просто, когда, естественно, магазин работает качественно и хорошо, люди пишут отзывы, отзывы видят другие люди и, собственно, из этого растет доверие к интернет-торговле и конкретному какому-то продавцу. Поэтому вот вокруг этого, естественно, будет решаться проблема с доверием и с ростом покупателей. Помимо всего прочего, есть проблемы с платежами и прочее, и прочее, и прочее. Ну потому что, к сожалению, на сегодняшний день очень большое количество сделок в Беларуси проходит через наличный расчет, там выписка кассовых чеков, потому что все хотят, естественно, безналичные. Ну это тоже путь, это путь развития рынка. Я думаю, что мы к этому придем лет через 2-3 года, где-то так, к росту безналичных платежей и доверию в торговлю. На встречу пришли не только хозяева интернет-магазинов, но и их будущие владельцы. И они тоже смогли получить советы для более успешного и эффективного старта своего дела. Для того, чтобы стартовать какой-то бизнес, надо понимать вообще, где вы работаете и с чем работаете. Если вы хотите чем-то торговать, вы должны отталкиваться от того, что у вас уже есть какой-то ассортимент. Если вы торгуете в офлайне, с этим проще. У вас есть ассортимент в офлайне, вы можете его перенести в онлайн. Если вы начинаете, то вы должны понять, с какой нишей работаете. Вот там маленькая подсказка. Основные ниши, которые на сегодняшний день растут, очень сильно растут. То, что мы видим, это детские товары, это товары для животных, это косметика и проще. Вот как бы, да, связаны с красотой и уходом. Это крутые сегменты, в которые можно заходить и можно торговать. Дальше два простых подхода. Либо собственная разработка, и это большие деньги, достаточно большие деньги, это инвестиции. Потому что работа в интернете связана не только с разработкой интернет-магазина, это еще и продвижение. Постоянное продвижение, деньги в рекламу, и это немало. А можно использовать конструкторы, торговые площадки. Это тоже хороший ход, особенно для начинающих. Вы не за самые большие деньги, это порядок 500 рублей в год, вы можете запустить интернет-магазин и начать торговать. Те, кто уже начал осваивать этот сегмент электронного бизнеса, наверняка периодически сталкивается с проблемами с бухгалтерией. Основная проблема организации интернет-магазинов складывается в том, что много источников информации и много административных процедур разрозненных. Ни на одном государственном ресурсе нельзя полностью прочитать перечень информации, которые необходимы для организации интернет-магазина. Поэтому собственники стоят наедине с самими собой перед выбором организации интернет-магазина. Какие же все-таки риски, что предусмотреть. И, как правило, они не могут ограничиться компетенцией своих бухгалтеров. Потому что бухгалтера тоже не знают всей информации по интернет-магазинам. Они не читают все ресурсы, они отвечают только за налогообложение. Основная проблема интернет-магазинов – это правильный документооборот. При условиях доставки каждый интернет-магазин – это как человек, все разные. И это разные условия. И вот соблюдение вот этих вот разных условий для клиента индивидуальных, они не находят ответа на свой индивидуальный вопрос. В нашем семинаре, на нашей консультации мы хотим каждому клиенту рассказать инструмент, который поможет ему организовать интернет-магазин правильно, безошибочно. То есть правильно организовать документооборот. Клиент понимает, что когда он осуществляет доставку, ему нужно выписывать накладную. Но как же выписывать накладные для всех своих покупателей? И почему, когда мы покупаем товар в магазине, мы не выписываем накладную? Нам отдают только кассовый чек. Вот разницу между интернет-магазином и стационарным магазином, хотя бы понимание вот этого вопроса, это уже позволяет правильно ориентироваться избежать риска конфискации выручки, потому что если руководитель интернет-магазина не выпишет накладную на доставку, значит операция совершена неправомерно. Накладная на доставку должна быть, многие об этом не знают. Второй момент – это правильное соблюдение кассовой дисциплины. Почему на кассовом, кассовый аппарат на стационарном объекте, кассовый аппарат на интернет-доставку – это два разных кассовых аппарата. Как должны оформляться кассовые документы, как должна заполняться кассовая книга, когда вводится с КНО, система контроля налоговых органов, что она отменяет при введении кассового учета, а что добавляет, как должен правильно себя вести кассир-операционист. Об этом всем мы говорим на нашем семинаре. По мнению многих владельцев и сотрудников интернет-магазинов, будущее именно за электронной торговлей. Я заинтересовалась темой интернет-торговли еще где-то в школе. Ну и потом, соответственно, сначала я просто изучала вообще эту тему, потом, соответственно, вот у меня родители как бы занимались определенным бизнесом и постепенно тоже поняли, что надо уходить онлайн. Ну и помогала им делать интернет-магазин, потому что сейчас, мне кажется, такое время, то что все-все выйдет онлайн рано или поздно, и любые услуги, любые товары можно будет купить онлайн. И последняя новость выпуска. 27 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 8 земельных участков для продажи в частную собственность. 7 из них находятся на 2-м луговом переулке и 1 на улице Полевой. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефона в Гомеле. 3109-48 это землеустроительная служба Гомельского горосполкома или 4197-86 это Гомель Геодезцентр. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова